Солнечный абхазский денек. Мы снимаем. В целом мне все нравится. Хэштег «люблю свою работу», хэштег «репетиция любовь моя», хэштег «актриса». Добрый день, друзья. Мне так сказали, что статьи читают и видео смотрят совершенно разные люди, поэтому я повторюсь про сегодняшний день рождения, запишу и видео тоже. Итак, сегодня день рождения у Саши Бортич. Российская актриса белорусского происхождения, как написано в Википедии. В свое время она очень сильно топила за Навального, призывала своих поклонников выйти на митинг. Я узнал об этом из выпуска «Бесогона» Никиты Сергеевича Михалкова, где он просто задавал риторические вопросы через экран своей юной коллеге, что тебе надо, 200 тысяч ты в день получаешь съемочные, зачем ты поламутишь народ. Приехала в страну, потому что она из Белоруссии. Но, опять же, песня со всеми и не о нем тоже. Сегодня у Саши Бортич с день рождения. И тогда, после вот этого Демарша и после эфира Никиты Сергеевича Михалкова, многие писали, что ей теперь пипец, как любит повторять. Любила повторять Кожевникова. Вернее, персонаж из сериала «Университет». Опять же, не о ней песни, а о Саше Бортич, день рождения у которой сегодня. Так вот, даже в Википедии, которую я упомянул, написано, что вот после этого Демарша ее подвергли каким-то репрессиям, исключили из каких-то «Газпромовских списков». В общем, перестали снимать. Но, посмотрите, там же есть фильмография представленная. Если за год до ее выступления она в паре фильмов снялась, и в год выступления тоже в паре фильмов, то потом уже просто вот нефть поперла. В прошлом году она снялась в пяти фильмах уже. В этом году, который еще, в общем-то, отнюдь не закончился, уже в трех. Причем в главных ролях снимается. Снимает ее вот Фишери, следователь она играет, Федор Бондарчук. Тот самый Бондарчук, который Бондарчук. Мне Саслан Федаров, его коллега по фильму «Девятая рота», уверял, что тот, мол, Бондарчук любит Родину, Россию. Ну, так ему хочется думать. Кстати, персонаж в «Девятой роте», который играл Бондарчук, кличка Хохо. Вот, а я просто Бондарчука несколько с другой стороны знаю. Вот, допустим, я знаю его как человека, который сделал из журналиста Михаила Идова, режиссера Михаила Идова. За государственные деньги, кстати. И этот режиссер, который труп, креатура Федора Бондарчука, спонсирует ВСУ. Причем не просто он деньги им дает, он хвастается об этом. Там есть такая опция у захистников, что можно заплатить тысячу евро, и за эту тысячу на снаряд нанесут какую-нибудь надпись. Ты вот можешь такой вклад в борьбу с русней внести. И Михаил Идов вносит этот вклад и хвастается об этом в запрещенных соцсетях. Опять же, про это я тоже узнал из выпуска, другого выпуска программы. Безогон Михаила Сергеевича. Никита Сергеевича, конечно, Никита Сергеевича Михалкова. Переклинила меня. Да, Никита Сергеевича Михалкова. Прекрасного, замечательного, гениального. Но и не о нем тоже песня. Она все равно про Бортич и всех прочих Бондарчуков. Вот Бондарчук, может быть, и не спонсирует ВСУ. А может быть, спонсирует, но не хвастается об этом в запрещенных соцсетях. Кто их знает, эти соцсети? Бортич, не знаю, спонсирует она, не спонсирует. Я знаю только одно. Раньше она снималась по три фильма в год. Потом выступила в поддержку Навального. Был скандал. Все говорили, что ей теперь хана, как актрисе. Теперь она снимается в пяти фильмах в год. И, кстати, я не про фильмы говорю. Фильмы, наверное, хорошие. Бондарчук, кстати, замечательный совершенно продюсер и режиссер. Просто он Бондарчук. А Бортич это Бортич. День рождения у меня сегодня. Всем здравствуйте. Меня зовут Саша Бортич. Я актриса. Я бы хотела высказаться по поводу всего, что происходит сейчас с Алексеем Навальным. Высказаться в его поддержку. Потому что можно по-разному относиться к Алексею. Многим он не нравится. За радикальность своих взглядов, так скажем. Но это сейчас все не важно, потому что это касается уже не конкретно вашего отношения к Алексею, а вас, меня, всех, кто живет в России. Потому что нам показывают, что наши законы, Конституция, Уголовный кодекс, это просто бумажки, что при желании можно что угодно делать с кем угодно и устроить суд в отделении полиции и, в общем, так далее. 23 января будет очень круто, если мы все пойдем гулять. Мы все должны пойти гулять. Если мы хотим жить в стране, где уважают человеческое право, где существуют законы, мы все должны пойти гулять. Я желаю сил и терпения семье Алексея и самому Алексею. Я очень надеюсь, что все люди в нашей стране перестанут терпеть, перестанут быть дураками, за которых нас считают. И мы сможем доказать, что с нами так нельзя. Смотрела ли ты видео про дворец в Гемежике? Целиком не смотрела. Да. Но мне не стыдно. Я просто знаю, что я не хочу получать... Ну, как бы я знаю, что там, все, я знаю. Я посмотрела какие-то кусочки, но я целиком не хочу смотреть. Ну, не хочу. Опять же, я очень сильно эмоциональная. И вот испытывать, чтобы меня вот это захлестывало, особенно на сегодняшней повестке дня, знаешь, что... Ну, я и так испытала все эти эмоции, я прекрасно знаю, что там. Веришь? Конечно. Ну, а ты думаешь, что это неправда? Ну, мне кажется, что видео человека, который признается, что это его, оно максимально красноречиво подтверждает, что все это правда. Ты не поверил Ротенбергу? А ты поверил? Ну, ты меня такой спрашиваешь, типа, мне что, восемь? Я такая должна... Как я должна на это повести? Ну, вас удивила реакция с вашего коллеги Смоленина, что вот он там... Честно, когда я... Да. Когда я... Вот прям вот как, называйте вещи своими именами, да? Я очень громко смеялся, я говорю, ну... Я сам по себе такой человек, до меня долгая информация доходит. Я потом осознаю, что произошло. Ну, не знаю, как-то так. Но когда он говорил, что он там на поле боя стрелять, не стрелять, ну... То есть, на самом очередной площадке он никак себя не проявил, когда девятую Роту снимали. Все было, он был такой же, как и все остальные. Конечно. То есть, да? Конечно. Все было нормально, все хорошо, и... Почему Бондарчук никак не комментирует, Федор, вот эту ситуацию? Все-таки это его подопечный, как вы считаете? Вы с ним не общаетесь, да? Общаюсь. Общаетесь? Общаюсь. Ну, и как его позиция, как вы считаете, у Бондарчука? Я в чужие головы же не могу завернуть. Понятно, вы ответили. Поэтому я с ним в очень хороших отношениях, с Федор Сергеевичем. Я его очень сильно люблю, уважаю за то, что... Он, одно могу сказать точно, он очень сильно любит нашу страну. Да? Да. Ну, хотя бы, хотя бы за это спасибо. Чудо природы. Погодите, это что ж получается? Это значит, воробьи у нас будет как дятел с указкой у доски стоять. С Джакондой все понятно. Курбаши будет людей кромсать. Не, я больше не буду. С меня хватит. Я лучше ветеринара. Кони, овцы. Ну, а ты, хохол. Из Афгана придешь, что делать будешь? Пить буду. Ну, это понятно. Неделю попьешь, а потом... Опять пить буду. А дальше? И дальше пить буду. Пока не забуду все это. Потом встану. Рожу умою. И по-новому жить начну. Если получит. Если получит.